Выплаты к 75-летию победы, интернет в селах и строительство детских садов. Сегодня на заседание правительства области обсудили планы развития региона на этот и следующий год. Южный Урал входит в 20-ку крупнейших самообеспечиваемых субъектов страны. Как проходят совещания во время пандемии коронавируса и какие еще вопросы обсудили чиновники. Маргарита Хижняк с подробностями. Сегодняшнее совещание губернатор проводит за закрытыми дверями. В регионе объявлен режим повышенной готовности. Это значит, что в одном помещении не могут собираться больше 50 человек. Поэтому круг лиц на встрече ограничили. Например, журналистов отправили в пресс-центр смотреть доклады по видеосвязи. Вместо привычного рукопожатия похлопывание по плечу. Некоторые южноуральские чиновники последовали примеру федеральных политиков и ограничили контакт с коллегами. На видеосвязи с правительством и изолированный Сергей Шаль и Сергей Лихачев. Заместитель губернатора и министр экологии на двухнедельном карантине. Недавно они вернулись из Европы и работают на дому. Первый вопрос в повестке – выплаты ветеранам к 75-летию Победы. Я также принял решение выплатить к юбилею всем инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, проживающим на территории области, по 5 тысяч рублей. Подчеркиваю, это именно региональная выплата, период выплаты апрель-май текущего года. До оплаты должны прийти вместе с пенсией. По 75 и 50 тысяч рублей в зависимости от категории получат ветераны-блокадники и вдовы-фронтовиков из федерального бюджета. Говорят на заседании и о поддержке материнства. В рамках нацпроекта «Демография» 14 тысяч южноуральских родителей получили деньги за усыновление или рождение первого ребенка. 830 семей оформили областной маткапитал. Было сделано 2400 циклов ЭКО. В 2020 году показатели планируют увеличить и направят на это 4 миллиарда рублей. Порядка 19 тысяч семей получат ежемесячные выплаты в связи с рождением ребенка. Не менее 8 тысяч получат ежемесячную денежную выплату, которая назначается при рождении третьего и последующего ребенка. Не менее 3000 семей получат право на областной материнский капитал. На Южном Урале в два раза увеличена сумма средств на нацпроект «Демография». Деньги пойдут не только на выплаты за рождение детей, но и на строительство фоков, стадионов и детских садов. В этом году у нас запланированы к сдаче 11 полноценных детских садов. Это и путем строительства, и путем выкупа. В основном, конечно, в городе Черябинске 9 объектов из 11 будет сдано в эксплуатацию. На следующий год запланировано строительство еще 13 учреждений. Губернатор подчеркивает, важно не только вовремя сдавать объекты, но и быстро получать лицензию, чтобы малыши скорее начали ходить в детсад. Говорят и об охвате интернетом отдаленных территорий Южного Урала. Сейчас в регионе действует новый порядок предоставления субсидий операторам сотовой связи. Строительство сетей в маленьких деревнях им невыгодно, поэтому деньгами помогает регион. В прошлые годы мы компенсировали 50% затрат. В этом году мы планируем возмещать 90%. Мы возмещаем проектно-изыскательские работы, деньги, которые операторы тратят на разрешение на использование радиочастот. Сейчас в области 760 поселков, где нужно создавать сети сотовой связи. Половина из них с населением меньше 250 человек. Также глава региона ставит задачу правительству сохранить гидроэлектростанцию в поселке Пороге Саткинского района, самую старую ГЭС в России. Необходимо утвердить границы охранной зоны комплекса. Маргарита Хижняк, Андрей Ярушев, Евгений Чекалов, Дмитрий Абрахин. ОТВ.